Вся жизнь Романа связана с музыкой. В свое время он потянулся за старшим братом и поступил в музыкальную школу. Сначала научился играть на гитаре, затем освоил ударную установку. Но кахун в его жизни появился недавно. Из-за нехватки средств на барабаны пришлось искать достойную замену. Полуакустическая, по сути, ударная установка. Все то же самое абсолютно. Можно поставить еще тарелочку, педальку, и все будет на высшем разряде. Очень удобно играть на улице, в любых вообще помещениях. Как оказалось, на сцене он тоже прекрасно себя проявил. Кахун переводится с испанского как «коробка» или «ящик». И выглядит он как предмет мебели или как домик для животных. Но кахун – это ударный музыкальный инструмент. Для полноценного звучания у него внутри натянуты струны и прикреплены бубенчики. Международный день музыки Роман считает прекрасным поводом научиться чему-то новому. Изучить опыт старших поколений и сочинить свое, оригинальное, может быть, в чем-то новаторское. И в будущем повести за собой поклонников и фанатов своего творчества. У всех есть что-то интересное. В любой музыке есть абсолютно что послушать. Вообще абсолютно любой. Я не придерживаюсь какого-то одного стиля. Музыкант, мультиинструменталист. Слушаем все, играем все. Везде есть что-то интересное, можно почерпнуть это для себя. За год игры на кахоне Роман буквально влюбился в этот неказистый музыкальный ящик и считает, что этнические нотки звучания кахона приносят в песенную композицию индивидуальность и оригинальность. В то же время он занимает мало места и по пути на репетиции можно остановиться, сесть и играть любимый джаз, регги, рок, задавая темпы и ритмы городской жизни. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.